Что Иисус умер за грехи людей и зовет к покаянию, чтобы жили по-божески. Мужик с мужиком не жили, как скотина. Да. Садомиты все будут гореть в огне. Мужеложники. Библия говорит об этом. Сквернословы, пьяницы царствие Божие не наследуют. Написано, кто будет веровать во Христа, будет спасен. Кто не будет веровать, осужден будет. Миллиарды дизлайков будешь кричать бесконечно сам себе. Нет. Нет. Вы спокойно только говорите, чтобы ни одного матерка не было. Иначе вам завтра стыдно будет. Поближе микрофон возьмите. Плохо слышно. Плохо. Как ты думаешь, мы появились от обезьяны? Нет, конечно. Нет, это от безбожники, который пьяный на четвереньках ползет, тот от обезьяны. Люди сотворенные. Первый Адам и Ева. Адам сотворен из земли, а Ева из дрибра его. Об этом говорит Святая Библия. Об этом говорит и другая книга, в которой верят два миллиарда людей. Дедушка, а вот смотри. Вы поближе микрофон возьмите, поближе, чтобы слышно было. Чтобы слышно было. Дедушка. Да. Да плохо, еще лучше надо. Поближе микрофон. Микрофон. Вот нас создал Бог. Да. А Бога кто создал? Никто. Он вечный, безначальный. Единосущная троица. Неразденная и неслиянная. Как-то же он появился, получается. Ну как? Безбожник-то верит, что материя сама по себе была. Звезды как появились. А мы верим, что все Бог сотворил. У нас неизвестно только одно. Откуда Бог? Он вечен. Все остальное встало на место. А у неверующих все. Почему? Слон и муха. Кит и комар. Как природа могла такое создать? Никак. Природи ума нету, а человек с разумом живет с совестью. А я верю, что это от Бога. Значит, все стало на место. И будет загробная жизнь. Есть вечный огонь и вечная радость. Ад и рай. Ну, возможно, Бог и есть. А вот рай и ад, это придумали люди, чтобы думать то, что... Так. Вы Библию считали хоть раз? Хоть раз прочитали? Прочитали. Нет, я не читал. Так. А вы эту книгу считали хотя бы один раз? Я только Евангелие читал. Ну вот. Евангелие читали. Там написано определенно. Не видел глаз, не слышал ухо, на сердце не приходило. Что Бог приготовил любящим к его? И первые Адам и Ева были в раю. Я не верю. Ну, это что изменится-то? Неверующих на земле 8% всего. А как вы думаете, мы перерождаемся в кого-то? Да. Человек умирает, сгнивает. Потом придет Господь, трубы ангельские, звучат архангельские. И все до одного воскреснут. А уже умерло больше ста миллиардов. Все воскреснут. И будет суд Божий. Перед престолом потечет огненная река. И всем через нее пройти. Праведник через реку пройдет, как солнце засияет. А грешник, как обгорелая головня. И все наши дела перед всем миром открыты будут. Никто не скажет, что этого не было. Там ни адвокатов, никого не будет. Наша жизнь перед всем миром пойдет. Вот для этого мы пришли, чтобы люди в ад не попали. Сейчас есть такой небольшой ролик в интернете. Называется «Интерью с дьяволом». 12 минут. Запомните. «Интерью с дьяволом» в лесу. И дьявол отвечает на вопросы. Как он был с неба сброшен. Что делает с людьми. И что дальше будет. Понятно, понятно. Вот если вы хотите больше узнать, вы зайдите в скайп. Знаете, скайп такая система. Ну, как домофон. Беседовать можно. И зарядите. Игнатий Лапкин. Это я. И я вам скину свои ресурсы. У меня сайт, форум есть. Твиттер, фейсбук. Все есть. У меня, допустим, канал. На нем 20 600 роликов наших. Он самый большой в интернете. А ты дедушка-батюшка, получается? Нет. Я отец, это... Родной у меня брат на 5 лет моложе меня. Он священник. Мы строим православную деревню с нуля. Получили статус. И строим. Где нельзя пить, курить, материться, воровать. И он там священником. Построили храм. Школу. Своими силами дороги восстанавливаем. Шесть прудов зарыбили рыба. С нуля все в начале. А люди говорят, еще не... А в стране 31 тысяча сел погубленных. И никто не берется. Страна разваливается. Недавно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин делал доклад перед Федеральным Собранием. И говорит, демографический вопрос на первом месте. Почти полчаса об этом говорит. У нас в стране, в России, на одну семью 1,7 ребенка. 1,7. Даже восстановления нет. А у мусульман 8,1. Понятно, кто тут будет жить. Долежитесь. У меня вот еще такой последний вопрос. Меня интересует очень. Бог создал траву. Марихуану. Такая растет. Это получается Божий дар. Ее можно курить. Ну, а можно все. У меня есть нож, которым хлеб режут. А этим ножом можно человека зарезать. Топором дрова рубим. А Раскольников убил двух старух. Топором. Так, что-то спрашивают еще там. Ну, пшеница. Пшеница хлеб. А из пшеницы гонят самогонку. Ну, что на это смотреть-то? Это развращенный разум. Служение дьяволу. Я вот, например, много грехов совершил. И курил. И воровал. Но, вот я как прочитал, первый в рай вошел преступник. Да. Вот я придерживаюсь таким понятием. Правильное понятие. Ты где есть находишься, сейчас встань с постели-то. Не лежи рядом с мужиком. Это нельзя делать. И скажи, Господи, прости меня, я верю, ты умер за меня. И пойди в храм Божий православный, наиспать в священнику. И ты увидишь, как все изменится. Хорошо. Вопросы какие еще есть? Вас как звать-то? Звать как вас? Александр. Александр означает защитник, в переводе на русский язык. Защищай совесть свою. Правду защищай. Если ты будешь безбородой, бороду брить будешь, ты подкаблучник будешь, жена уйдет от тебя. А когда она видит тебе мужественный образ, она как за скалой за тобой. Жене никогда не изменяй. Чтобы видно было, ты человек, щело, лоб, век направлено. А не на одну минуту. Не знаю, я гей. Я ничего не забыл. Я пришел по повелению Божию. Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И я это выполняю здесь. Уже восьмой месяц нахожусь здесь. Ну и что, и как. Примерно 750 человек уже, которые откликнулись. 750. Это немало? Это батальон. Так у нас 70% в России христиане живут и проповедуют. Они проповедуют. Вот то-то и оно. Проповедуют сектанты, а православные молчат. Ну, нет. Я имею в виду, в смысле, ходят в церковь там. Да не проповедуют. Редко-редко где. Я церковь-то знаю. Я говорю, ходят в церковь. Ну, они ходят. Что дальше-то? Ну, пришел, отстоял как столб. Вот мне здесь, я говорю, это ваша религия тут, мусульмане, да? Считай, что написано. На тысячу человек только один просчитал. Аллах, Акбар, больше ничего нету. Маленькие ребятишки матерятся. Слушай, нет. В Бога-то надо верить. Верить, исполнять. Вера без дел мертва. Демоны веруют и трепещут. А человек даже не трепещет. Надо в сердце Бога верить. Они там не в церковь ходить. Еще что-то. Это в церковь надо ходить с верою. А в церковь верить что? Мы знаем, что она есть. Святая православная церковь. Об этом написано. Евангелие от Матфея 16-18. Ну, знаете, я могу сказать одно. Я этим священникам, по-паму, не верю. Потому что они... Да потому что вы их не знаете. Одного знаете, а то остальное только по слуху. Вы сами себе не верите. Вспомните в жизни сколько всего. Зачем бороду бреешь? На каждом шагу сам себя начни щипать-то. И некогда будет смотреть сучок в власти брата. Священники есть прекрасные люди. Так они были бы честными. А? Они же нечестные. Они же коррупционеры. Ну, и откуда вы это знали о всех? Вы можете говорить о одном-двух, которые знаете. Возьмите историю и почитайте. Историю не надо. Самой богатой в всю жизнь была церковь. У них были земли, у них были христиане, у них были... Сейчас не об этом. Давайте. Не надо это время тратить. Мы строим с нуля православную деревню. С нуля. Надо Бога в сердце верить, а не на словах и не в этой блядской чат-рулетке. Ну, теперь надо материться. Вот и без церкви получилось. Изо рта-то какая грязь полилась. Зачем материшься ты? Я не говорю, что в смысле... Зачем материшься-то, я спрашиваю. Незнакомый человек и начинаешь... ...книгу когда-нибудь. Нет. Значит, вы ее содержание не знаете? Нет. А раз не считаете, то и законы Божьи не знаете? Нет. А раз не зная, вы их поневоле нарушаете. Наверное. А нарушая, вы погибаете, вы отойдете. Это говорит Иоанн Златоуст в пятом веке. И все от того, что не считаешь. Ну, я же Коран читаю. Ну да, Коран читаешь ты. Ну-ка давай поговорим. Считаешь? Считай, что написано? Считай, что написано? Я по-арабски не говорю. Ладно, по-русски. По-русски. Пятая сура, 47-й и 66-й аят. О чем говорят? Не знаю. А я вам скажу, там написано о нас. И там написано, мы называемся люди Писания. Ваш основатель вашей религии умер в 632 году от Рождества Христова. Значит, речь идет о 7 веке. А в 7 веке только одна книга была. И там написано в 66-й суре, это аяте. Всевышний дал вам, людям, Писание нам, инжил Евангелие. По нему и живите, не обманывайте людей. Мы так и живем. По Евангелию, как положено. Поэтому мусульмане мне не враги. Мы вот, у меня вышло 38 книг из печати. И Бог положил на сердце подарить бедной библиотеке мира. Я в Барнауле. Мы дошли до Владивостока, потом до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Север и Турция. И в Азербайджане в доме Муллы ночевали. 650 городов и сел. Под подарок сделали на 35 миллионов. Хотя ничего не имеем. И у нас мусульмане, где бы мы не встречались, нам нигде они плохого не сделали, а только хорошее. Ну все же люди, братья. Все под Богом ходят. О, правильные слова. Видите, хорошо, что вы не голые лежите, трезвые. Приятно разговаривать. Я же при работе, на работе. Ах, вот как. Вот вас, если будет желание, ну больше узнать. Я тоже сейчас уже буду уходить. В скайпе, есть такая система, скайп. В скайпе Игнатий Лапкин, это я. И мы можем поговорить тогда, то я там все скину. А если хотите на работе посмотреть, у меня канал, самый большой в интернете. 20 600 роликов. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Хорошо, я понял. Вы увидите там все. Вам будет очень интересно, как мы в доме Муллы ночевали, какие беседы были. Как пошли в мечеть, молиться, мечеть. А потом в православную церковь. У нас в Барнауле между всеми мирная обстановка. Ни с евреями, ни с мусульманами спору нет. Мы живем, как нормальные люди. Так и надо жить. Так надо. У мусульман здесь в Барнауле большая мечеть. И когда городская глава администрации собирает всех, тут и имамы, и мулы бывают. У нас хорошее отношение. Мы всем говорим, Иисус умер за грехи людей и воскрес. В этом все. У вас Иса, у вас пророком его считают. А он Господь, Бог наш. Воплотился через Деву Марию. У вас Марьям называется. Угу. Ну, всего хорошего. С Богом. Давайте. Удачи вам. Да благословит Господь признать Христа за Спасителя.